Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Тагера Карлсона. Как мы уже отмечали на этом шоу, так как это трудно не заметить, мы живем в такое время, когда столько всего происходит, а информация об этом так жестко контролируется, что значительные для истории события могут происходить, и они происходят прямо сейчас. И никто не знает о них. Это пугает, вообще-то. Вот пример. Европа движется к нищете. Вы знали об этом? Кто-нибудь вам сказал? Итак, самый продвинутый континент на планете, колыбель западной цивилизации, нашей цивилизации, стремительно беднеет. Она быстро идет вспять. Всего год назад Европа была современным местом. Например, большинство европейцев обогревали свои дома природным газом, как современным людям и положено. В Германии, богатейшей стране на континенте, только 6% домов, большинство из которых в деревнях, топились дровами. И вы так и думали, зная, что еще раз Германия — современная индустриализированная страна, с центральным отоплением и водопроводом и всеми атрибутами общества, которое больше не в средневековье живет. В прошлом году около 6% немцев топили дровами свои дома, но это резко изменилось. Спрос на дрова в Германии вырос так быстро, что дрова закончились. Их не достать. Так что отчаявшиеся немцы рубят свои деревья, рыщут по лесам, чем бы топить, как их предки. Смотрите. Кое-кто в Германии решает проблему сам, и решение, как привет из прошлого. В двух часах от Берлина жители деревни начали рубить деревья для топки. «Мы должны были что-то придумать», — говорит организатор проекта. «Если мы не будем действовать и понадеемся на государство, то эта проблема никогда не решится». Эта печь скоро будет греть почти всю деревню из 60 людей. И так они называют это биомассой. Но это дерево. Они жгут дрова, как они и делали при феодализме. Это Германия. В Польше семьи днями стоят в очереди, чтобы купить уголь. Не в 1910-м, а сегодня. Машины стоят в очереди у угольных шахт, надеясь на топливо. Цитата. «Это невозможно себе представить», — сказал один 57-летний поляк Рейтерс. «Люди спят в своих машинах. Я помню времена при коммунизме, но я и подумать не мог, что мы можем вернуться к чему-то еще хуже». Но это произошло. Кое-что похуже уже наступило. Французские власти анонсировали экономию энергии этой зимой. Еще недавно у Франции было столько энергии, что она продавала ее в другие страны. Она была экспортером энергии. Теперь во Франции недостаточно топлива, чтобы обогреть всех. В Англии 70% ресторанов собираются закрыться. Почему? Потому что, когда наступит зима, они не смогут себе позволить свет и отопление, и так далее, и так далее. Это происходит во всех странах по всей Европе. На вопрос, почему это происходит, ответ очень прост. Нехватка энергии в Европе. Дешевая энергия важна. Она ключ ко всему, к чему стремится нормальное общество. Богатство, безопасность, увеличение продолжительности жизни. Все зависит от дешевой энергии, но у Европы ее больше нет. И в результате все быстро покатилось вниз. В Европе ожидается повышение цен на сотни процентов на энергию. Германия на год впереди по ценам на электричество, и это ориентир для всей Европы. Цена считается в евро за мегаватт-час. И она достигла тысячу евро впервые в истории. Для сравнения, всего неделю назад, в понедельник, цена была около 700 евро за мегаватт-час. И это уже был рекорд. Другими словами, рост цен достиг 50% за одну неделю. Во Франции цена выросла на 25% за один день, это в прошлую пятницу. Представьте, что это происходит с вами. Вот как Европа выглядит сегодня. В Европе давно уже не горит свет у главных монументов и туристических аттракционов, пока долгое жаркое лето сменяется на, как говорят власти, суровую зиму. Скакнувшие цены на энергию ведут к напряжению между Европой и Россией. «Мы в так называемой гибридной войне», — сказал президент Франции Мануэль Макрон. «Россия использует энергоресурсы, как и еду, как орудие войны, чтобы оказывать давление». Цены на нефть выросли вдвое, на уголь вчетверо, а природный газ теперь в 7 раз дороже, чем в прошлом году. Всем раз дороже. И так оказалось, что если у вас нет дешевого природного газа, вы не можете управлять континентом. Если у вас высшее образование, и вы живете в городе, в Соединенных Штатах, то вас это шокирует. Вы об этом раньше не слышали. Вы, возможно, верите, что с ископаемым топливом скоро будет покончено, чуть ли не уже завтра. И вы так считаете, потому что люди из Давоса, и наши лидеры годами убеждали нас в этом. Они говорили, что за зеленой энергией будущее, и оно уже здесь. Еще в прошлом месяце Мировой экономический форум заявлял, что Европа может сэкономить, цитата, «один триллион в ископаемом топливе, переключившись на возобновляемую». Но оказалось, и это вас уже не шокирует. Они не понимали и близко, о чем говорят. Они ничего не знают о предмете, о котором постоянно говорят. Зеленая энергия не может заменить ископаемое топливо. Ни сейчас, ни в ближайшее время. Ископаемое топливо значит то же, что и всегда. Путь к цивилизации. Это так теперь, и это было так, с тех пор, как Homo erectus разжег огонь в пещере около миллиона лет назад. Так называемая зеленая энергия и близко не может заменить газ. Нес, нефть и уголь. Это считается? Мы могли бы об этом знать. Любой восьмиклассник мог понять за 10 минут, что мы не можем заменить ископаемое топливо возобновляемой или зеленой энергией. И, конечно же, они знали об этом. И когда они говорили вам обратное, это было притворство. Это была разрушительная детская болтовня, которая, по-видимому, одурачила миллионы их граждан и миллионы наших. Новая зеленая сделка означает, что и всегда означало нищету. И люди, продвигающие новую зеленую сделку, всегда об этом знали. Они на самом деле не верят, что изменение климата — это надвигающаяся угроза. Если бы они верили, что изменение климата — это надвигающаяся угроза, угроза существованию, то первое, что бы они сделали, — это запретили частные самолеты. Но нет! До сих пор Алгор все еще летает на частном самолете. Барак Обама владеет недвижимостью на побережье на десятки миллионов. Он знает, что океаны не поднимутся. Ну, хватит. И они все в этом разводе. И им плевать. Так как они знают, что последствия их политики их не затронут. Так что, когда французский президент говорит, что его люди столкнутся с концом изобилия, он говорит не о себе. У него-то изобилие не прекратится. Ни у кого из них. И Макрон, и они все понимают, что они всегда будут богаты и защищены. Они знают это наверняка. Что изменилось, и это очень интересно, что внезапно все остальные, кто обращал внимание, увидели, что они лгут. Они вруны. И все население Европы знает об этом. Дональд Трамп, чтобы вы о нем не думали, быстро это понял. Четыре года назад Трамп предупреждал Европу о ее энергетическом будущем во время речи в ООН. Немецкая делегация смеялась над ним. Помните? Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если немедленно не сменит курс. Мы в западном полушарии привержены к сохранению нашей независимости от посягательств, от захватнических сил из-за рубежа. Это было официальной политикой нашей страны со времен президента Монро. О, они смеются. У нас есть партии зеленых в Европе, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Но они больше не смеются. Европейцы обнаружили, что настоящая угроза человеческой цивилизации — это не глобальное потепление, и никогда не было глобальным потеплением. Настоящая угроза для людей — глобальное похолодание, другими словами, зима. Гораздо больше людей замерзает насмерть, чем умирает от жары. Например, в 2019-м, в четверо больше людей умерло от холода, чем от жары. Это согласно Институту оценки показателей здоровья. Так что, когда температура в Европе через пару месяцев начнет падать, это будет большой проблемой. И будет очевидно всем, что не глобальное потепление, а глобальное похолодание — вот что убьет вашу бабушку. И когда все это поймут предельно ясно, многое может случиться. Статус «кво» рухнет. Заводы закроются. Безработица вырастет. Располагаемый доход исчезнет. И мы уже видим первые признаки — личные сбережения существенно сократились. В нашей стране 60% американцев не смогут покрыть ожидаемые в 400 долларов расходы. Долг по кредиткам вырос год-году на 13%. Это сильнейший скачок за 20 лет. Долг домохозяйств установил рекорд в 15,8 триллионов. Это в нашей стране примерно так же в Европе. Итак, как растущая цена на энергию повлияет на все это, и каков будет эффект лавины? Что ж, когда цена на обогрев жилища скачет на сотни процентов за год, вы становитесь совсем другим человеком. Вы радикально меняете свое поведение. Вы больше не хотите купить новый айфон за 1400 долларов, или ходить в Whole Foods, или заказать еще один капучино. Вся потребительская экономика остановится, так как не будет свободных средств. Так что невозможно переоценить влияние энергетического кризиса на весь мир. Все изменится. А как центральные банки отвечают на это? Не очень. Они, похоже, специально делают все еще хуже. В США нам говорят не обращать внимания на действия Феда, так как Фед диверсифицирован и прекрасен. Изумительная статья в Ассошеated Press, вышедшая недавно. Цитата. Управление Федрезервия стало более диверсифицированным. Все больше женщин, черных и геев-чиновников, помогающих в решениях поставки центробанка, чем за всю его 109-летнюю историю. Хорошо. Другими словами, расслабьтесь. У нас есть позитивная дискриминация. Все хорошо. Прекрасно. Но все это почему-то не работает. Тот же Центробанк, который намеренно вызвал инфляцию, а он вызвал. Тот же Центробанк повышает ставки, чтобы уничтожить спрос. Но проблема в том, что проблема не в спросе. Проблема в предложении. И она напрямую связана с военными действиями в Украине. Из-за этих военных действий у Запада не хватает энергии для экономики и общества. Ответом Европы на военные действия было введение санкций, которые они знали неизбежно приведут к нехватке энергии. Они знали, когда вводили. Вот президент Еврокомиссии в мае. И давайте начистоту. Это будет нелегко. Так как некоторые государства-участники сильно зависят от российской нефти. Но нам просто надо это сделать. Так что сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Да ладно! И в ваших апартаментах тоже будет 49 градусов по Фаренгейту? Будете ходить пешком на работу? Нет, конечно нет. У вас будет все и всегда. Ну а нам, как она сказала, цитата, просто надо это сделать. И под эффект этих санкций подпадает не только энергия. Джо Байден в Брюсселе предупредил, что нехватка еды неизбежна. Помните? И по поводу нехватки еды. Да, мы обсудили нехватку еды. И она наступит. Цену за эти санкции заплатит не только Россия. Ее заплатит также множество других стран, включая европейские страны, а также нашу страну. Ох, и натерпимся мы ради свободы. Мы должны дать миллиарду украинским олигархам, которые, кстати, ненавидят Соединенные Штаты. Так как, так, правильно, мы должны навредить России. Ведь это наш моральный долг. Итак, на самом ли деле эти санкции вредят России? Они вызвали нехватку еды и энергии по всему Западу. Нет, они не навредили России. У России сегодня энергии больше, чем достаточно, больше, чем они могут использовать или продать. Вообще-то, у России так много лишнего природного газа, что они жгут его. Вот так. Палят его, как они говорят. Российский завод на границе с Финляндией сжигает природного газа на 10 миллионов долларов каждый день. Звучит очень интересно. И как же СМИ это освещают? Вот BBC. Цитата. Ученые обеспокоены из-за большого количества диоксида углерода и сажи, создаваемых этим, что может усилить таяние арктического льда. Да ладно! Вот где проблема больше глобального потепления. В то время, как сегодняшние последствия этого — это невозможность для европейцев получить тепло. Вы можете достичь такого уровня в обществе, когда люди во власти, и их подпевалы в СМИ, станут полностью оторванными от забот обычных людей. Станут настолько незаинтересованными жизнями граждан, что общество станет очень нестабильным, и мы быстро к этому приближаемся. Но мы можем решить эту проблему. Решение для этой катастрофы весьма ясное. Закончить военные действия в Украине. Восстановить потоки энергии в Европу и спасти мировую экономику, включая нашу. Джо Байден так поступает? Или другой безрассудный западный лидер типа Бориса Джонсона так поступает? Нет, напротив. Они посылают миллиарды долларов из своих умирающих экономик украинским олигархам, и непонятно зачем. Англия только что пообещала 2,8 миллиарда долларов Украине. Страна, в которой 70% пабов могут закрыться, так как не могут оплатить электричество. Это государства, которые готовятся к перебоям с энергией посреди зимы. Как сообщает Гардиан, согласно правительственному худшему сценарию, власти считают, что Англия может испытать отключение на несколько дней в январе. Если холодная погода вместе с дефицитом газа доведут страну до нехватки энергии. Но, конечно же, холодная погода будет вместе с дефицитом газа, так как поэтому люди и пользуются газом, когда погода холодная. Очнитесь, умники. И это происходит не только в Англии, это происходит везде. Испания только что подтвердила более 50 миллионов евро для Украины, и это не считая военное оборудование. С другой стороны, испанский конгресс только что принял температурный контроль в коммерческих зданиях. Кондиционеры должны быть не ниже 27 градусов по Цельсию, на случай, если вы не были там в августе. После 10 вечера окна магазинов в общественных зданиях не будут освещены. Что насчет Италии? Но Италия собрала более 600 миллионов евро для украинских беженцев. И в то же время введены ограничения на кондиционеры в итальянских школах и общественных зданиях, по как назвало правительство операции «Термостат», начавшейся в мае. Поддержка Италии и Украины значительна, но не настолько, как Франция. И Франция потратила более 2 миллиардов долларов в США на Украину. И в то же время Франция штрафует магазины за открытые двери при включенных кондиционерах, чтобы мы могли послать больше оружия одному из самых коррумпированных государств в мире. Во Франции реклама с подсветкой запрещена с часу до 6 утра. С нашей стороны Соединенные Штаты послали более 10 миллиардов военной помощи. Это 19 комплектов вооружения. Что, как нам сказал Митч Макконнелл, сейчас самое важное в мире. Конгресс разрешил более 30 миллиардов долларов дополнительных трат. И как все это сработало? Мы побеждаем в Украине? Уже обанкротили Владимира Путина, как заявлял Джо Байден. Рубль показал 7-летний рекорд по отношению к доллару в июне. Посмотрите на этот график отношения российского рубля к евро. У России все хорошо, у Европы нет. Вообще. Теперь Джо Байден требует безусловной капитуляции от Владимира Путина. Но вот что странно, с точки зрения любых основанных на реальности данных, Владимир Путин не проигрывает в Украине. Он побеждает в Украине. И Джо Байден смотрит на это как «мы не остановимся, пока ты не капитулируешь безусловий». Это не плохая политика. Это безумие. Это бессмыслица. По сути, это имеет смысл. Если цель — это полностью уничтожить Запад, чтобы проложить путь китайскому глобальному доминированию. Какое у этого всего еще есть объяснение?